И всем привет ребят, с вами MrBak, и с вами свой новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня вместе с вами мы протестируем одно очень интересное устройство на пушку смоки, которое мне сказали, что на сегодняшний момент времени показывает очень крутые результаты Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игры в аккаунтике, что на тему личный так-так-тимпэм Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании Что же касаемо устройства на пушку смоки, то сегодня вместе с вами мы сыграем на прорезиненных снарядах Это устройство, которое я честно говоря уже не использовал довольно длительный период времени, но которое после предыдущих, последних наших обновлений стало смотреться значительно интереснее и лучше Особенно в той мете, то что сейчас у нас смока показывает суперрезультаты Она должна работать просто великолепно, по крайней мере так мне сказали Сказали, что это устройство вышло на совсем другой уровень, что касаемо его параметров Давайте тоже быстро заглянем, посмотрим, что там у нас с этим устройством поменялось и что у нас есть вообще с ним хорошенького и интересного Максимальное число рикошетов плюс 2, максимальный угол рикошета увеличенный Ну и как раз таки увеличенная скорость снаряда То есть у нас есть что-то схожее с устройством штурмовые снаряды Только у штурмовых снарядов скорость еще чуточку больше, перезарядка чуточку меньше И плюс есть сила удара, но зато нет критического урона А у этого устройства все плюс-минус так же само, только еще добавка есть крита и есть увеличенная скорость снаряда в 2 раза Поэтому отправляемся в быстрый бой, ну и посмотрим, что же у нас из этого выйдет Что касаемо корпуса, мы берем конечно же Викинга Викинг в этом плане смотрится супер хорошо, как корпус для пушки Смоки Ну и по дрону у нас идет как раз таки Гиперион Лучший дрон в моем понимании для реализации пушки Смока и вообще корпуса Викинг Поэтому будем смотреть, что у нас из этого получится Ну и будем еще пытаться рикошетить Все-таки у нас рикошет есть, по идее даже вот от этой стеночки У меня должен был срабатывать рикошетик по противнику Прилетка снаряда довольно быстрая, это радует Да, за счет этой быстрой прилетки у нас есть возможность Как раз таки хороший урончик накидывать по оппонентам Еще бы у меня высоты бы хватало бы О, кстати как-то килл сделал А как я сделал килл? Просто рандомно от какой-то стенки отрикошетил по ходу по оппоненту И пилочек просто залетел Так, падает у нас оверка Под оверку, к сожалению, сыграть я не успеваю Пытаемся быстро здесь разбирать оппонентов Благо большое количество легких танков у нас против И можно по ним очень неплохо накидывать Там есть магнумы, есть рельсы Отлично По резисту вообще выглядит все супер у нас По крайней мере пока что Так, ну и по урону тоже неплохо Да, урон залетает у нас прекрасный Прилетка выстрела тоже я вижу, что хорошенькая Ну и плюс еще, если ловить там тайминг, можно как-то рикошетить по оппонентам Единственное только то, что у нас такая карта довольно-таки тяжелая в плане увоза флага Поэтому я думаю, что мы больше будем кемперить на этой карте Будем больше пытаться играть на киллы Не вижу здесь особо смысла супер пуша противника Учитывая тот факт, что... Хотя у нас вон флаг увозят Хотел сказать, что у нас тоже никто ничего не увозит И у нас бам, и сразу же в этот момент противник начинает увозить Поэтому немножечко грустно Но все равно есть, конечно, разница между штурмовыми снарядами Я просто к штурмовым снарядам уже чуть больше привык С точки зрения именно скорости прилетки Здесь все-таки чувствуется, что скорость чуточку-чуточку меньше Не так быстро залетает, но в любом случае тоже хорошенькое устройство По первым ощущениям резисты только начинают уже появляться от противников Эта Тесла меня начинает подбешивать И хочется уже как будто бы даже от нее резист взять Сейчас посмотрим, что мы можем здесь вообще переодеть Рельса Скорпион Рельса Скорпион оставить и взять резист от Теслы вместо Магнума Можно, в принципе, если эта Тесла будет прям жестко так напрягать Как будто бы можно и от нее резистик взять Так, ну вот сейчас на дистанции, например, прилетку смотрим Урон режется, конечно, у нас с этой прилеткой Но если мы акцентируем внимание на криты То в целом должно быть неплохо То есть если у нас криточки будут залетать То будет все выглядеть довольно-таки прекрасненько Так, у вас поэзида здесь опять залетает Очень большое количество здесь противников на легких корпусах Которые просто влетают в нашу базу Ну и для нас, наверное, это больше плюс Что они на легких танках влетают Так, пробуем прожаться Прилетка снаряда шикарная Великолепная даже, я бы сказал, прилетка снаряда Под овердрайвом смотрится супер Еще и если учитывать тот факт, что у тебя еще и крит будет То вообще шикарно Так что пока что мне очень даже нравится это устройство Единственное только то, что это устройство можно получить Либо с контейнеров Либо Либо-либо-либо откуда Ну либо с ивента, вроде как Был ивент у нас, в котором это устройство разыгрывалось Сейчас понятное дело, что Его можно достать только лишь из контейнеров Приобрести его, как например Штурмовые снаряды за кристаллы нельзя Поэтому более она такая, труднодоступная Но я уверен, что у большого количества игроков Это устройство на аккаунте есть Так, успел я Нет, не успел Хотел сказать, что успел я забрать овердрайв Но не успеваю Зато 15 киллов у нас уже 15 киллов У нас прошло отбой Это грубо 5 минут То есть на Каких 40 35 киллов У нас есть шанс выйти Результат очень хороший Если честно Результат очень хорошенький Даже немножечко неожиданный для меня Я думал, что похуже будет Все это дело показывать Но сейчас, кстати, я уже привык К скорости снаряда Сейчас уже есть такое ощущение Как будто я На дефолтных настройках играю Как будто бы уже дефолтик чисто Так, пробуем там еще поэзитки Накинуть через пол карты Здесь у нас Теслочка открывается через низ Пробуем ее тоже быстро забрать Здесь риса выпикивает С каким-то быстрым устройством Пытаемся Ему тоже Ага, он закрыто играет Попробуем выпушить Попробуем под увоз сыграть Может быть Мне было бы шикарно Если бы у меня овердрайв появился Тогда можно было бы Намного больше шансов Иметь под Доставочку Там у нас овердрайв Походу сверху упал Так как тиммейт Ой, тиммейт Противник так быстро Резко поехал Можно было оверку дождаться И забрать По ощущениям Но ладно Овердрайв был бы Не лишним точно Вот у нас есть Овердрайв Хороший с овердрайвом Как будто Если бы он сейчас Газанул А нет Оверка падает Только сейчас Только сейчас Падает овердрайв Поэтому пробуем забирать Пробуем забирать Ага Понял И забираем Падаем чуть на низ Так Ну и здесь кстати Рикошетом в моменте Тоже неплохо залетает Вот видите Сейчас два Или три выстрела Я даже просто рикошетом От стенок уничтожил Вражескую у вас поэзиду Это тоже очень и очень Неплохой плюс Да Которым можно пользоваться Особенно на тех картах Где большое количество стен Да То есть у вас есть возможность Двух рикошетов от стены То есть по сути Это ну хороший плюс Прям хороший плюс Для вашего вооружения Так Шафт здесь влетает По минам Пытается Обязать какую-то борьбу Но по ощущениям У него шанса Даже под паладин Овердрайвом Здесь нету От слова Совсем никаких Так Но у нас только тиммейты Вот единственная Проблема Проблема Что они продолжают Дефить Вот это мне Очень сильно не нравится Когда Ты проигрываешь по счету А у тебя вся тима Стоит просто на базе Да Ну поедь в атаку Сделай что-то Действие какое-то Попробуй вытянуть бой Помоги Своей команде Тиммейтом Да Под атаку Вот сейчас кстати Если меня этот шафт Запустил бы То может быть Что-нибудь интересное Здесь и получилось бы Страховочку какую-нибудь Сделал бы Угу Страховочка Отличный кстати шар Отличный шар Под запуск Запуск есть Сразу продлеваем Этот запуск Продлеваем Пытаемся утянуть Страховку Страховку Страховка есть Шикарно Уходим Утягиваем Тихонько Утягиваем Тихонечко Куполочек Блин Вот это команда А вот это уже Командные действия Только Только бомба Отлично Отлично Еще купол Напродленочку Страховку Страховку Блин Поторопился я немножко Немножко Поторопился Можно было Под куполом сыграть Ну вот этот вот момент Под реализацию От тиммейтов Был очень хороший Прям очень хороший Единственное Только я чуть-чуть Побежал быстро Можно было Под куполом Остаться И глядишь бы Что-то бы И получилось бы Глядишь бы Что-то и получилось Так Ну у нас еще Как минимум Один Такой заход Можно будет сделать Под шар У ареса Я думаю Что накопится И у меня овердрайв Тоже будет Поэтому можем Сейчас чуть-чуть Пассивно постоять А потом Уже сыграть Под увозинг Ну либо если Наш тиммейт Поедет в атаку То Можно под тиммейта Сыграть Попробовать помочь Урон очень хороший Честно Урон прям Великолепный Залетает у нас И это Очень И очень Достойно 4 минутки до конца 32 килла У нас уже есть Попробуем Сделать еще Какую десятку Овердрайв Будет скоро Тоже падать Хотелось бы Сделать хотя бы Ничейку В рамках Этого боя Чтобы Этот бой Выглядел Уже значительно Интереснее Плюсовее Ну и веселее Наверное Просто Когда ты такие катки Проигрываешь Ну я конечно Понимаю Что это матчмейкинг И то что у меня там Полтимы стоит Просто АФК Но есть же ребята Которые пытались Прям реально помочь Сделать этот увоз Сделать эту доставочку Значит в теории В теории У нас Есть Бойцы Которые Хотят Выигрывать В рамках таких Противостояний Только вот сейчас Надо бы Чтобы этот арест Чуть поближе Поиграл Чуть поближе Боему сыграть Было бы неплохо Ладно Я вжимаюсь Я вжимаюсь Пробую набрить Не успеваю Набрить И у меня Не хватает Просто ХП Шафт Не выхиливает Меня в том моменте В котором Очень сильно Надо было ХП Ну и Шарелла На заход У него тоже Здесь не было Дождемся еще На овердрайве Еще один дроповый Как минимум будет Поэтому подождем Попробуем сыграть От еще одного Дропового овера Но немножко Непонятно Мне просто Были действия От нашего тиммейта На ареса шафте Можно было Сыграть более Грамотно В этой ситуации И Подсаппортить Нам Ну ладно Может быть Он немножечко Не понял Как это делается Так Ну вот сейчас Смотрите Рикошетом Как залетает По викингу Да Шикарно Просто Просто шикарно От стены Урабатываем Первого Урабатываем Второго От стены Четко Просто Просто Прорезиненкой От стеночки Работаю Раз Два Перед стены Еще попасть Три То есть Там надо Просто Рикошет Найти Нужный Но он Сто процентов Есть Вот такой Вот Вот такое Вот Интересное Устройство Я даже Немножко Не ожидал Я Немножко Не ожидал Что такой Результат Может получаться У нас Так Ну у нас Остается Полторы Минуты До конца По сути Последний Шанс Под увоз Последний Шанс Этот Моментик Который бы Мог бы Что-то Мне здесь Помочь Но Тиммейта Нету Поэтому Мне надо Вжиматься Мне надо Уже Вжимать Удишку Хоть как-то Распушить Линию Попытаться Что-то Сделать Но Шансов Тут Крайне Мало Еще И там Стоят Два Противника На Дефе Еще Васпик Прожимает Бомбу Чтоб Я точно Не увез Флаг Да Это конечно Жестко Но 44 Кила 44 Кила Дает Это Устройство На Карте Где Ну я бы Не сказал Что было Максимально Просто Да Понятное Дело Что здесь Есть у них И легкие Танки Оппонента Которым Я мог Неплохо Накидывать Урон Но В целом Я бы Сказал Что Здесь Есть и Заслуга Этого Устройства Да Есть Заслуга Этого Устройства Есть Возможность Подбора Тоже Оверок Есть Возможность Очень Хороших Рикошетов От Стен Которые Тоже На Этой Карте Ну и В принципе На картах Где есть Много Стенок Работает 46 Киллов Дают Прорезиненные Снаряды Я могу Официально Сказать Что мне Это устройство Очень Даже Понравилось Поэтому Советую Вам Присмотреться К нему Попробовать Поиграть И Тут совет От подписчика Который Сказал Мне Что Прорезиненные Снаряды Сейчас Показывают Хорошие Результаты Он Целиком И полностью Оказался Прав Потому что Устройство Реально Может Показывать Лютую Прибыль Пишите Что вы думаете По поводу Прорезиненных Снарядов Обязательно Поддержите Данное Видос Лайком Если Вам Понравилось Подписывайтесь На канал Если Вы Еще Не Подписаны У меня Друзья На этом Все Спасибо За просмотр Всем Удачи И Всем Пока